20 минут о стильном и красивом, что проявляет себя в любую погоду и при любых обстоятельствах. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Мы сами не заметили, как российские дизайнеры одежды стали востребованными и популярными. А еще лет 10 назад всем нужны были громкие логотипы, известные лейблы и ко всему, что сделано в нашей стране, относились с осторожностью. К счастью, сегодня дизайнеры живут и творят не только в столицах, но и у нас в Челябинске и героиня следующего сюжета «Пример тому». Мы сегодня в шоуруме российского бренда «Тарам» и рядом со мной основательница этого бренда – Ирина. И мы сейчас попросим Ирину рассказать о компании и показать образцы коллекций. Началось, наверное, как и у всех многих дизайнеров, это с ничего не делания в декрете. Я решила, что надо чем-то заниматься и пошла на курсы шитья, именно домашней одежды. Первыми клиентами моими стал мой племянник, мои родственники. Дальше поняла, что уже можно кого-то брать как клиентов. Пошел сейчас четвертый год моей работы. Как и у многих девочек, которые начинают шить на дому, это кухня, кухонный стол, швейная машинка бытовая, маленький ребенок рядом. Постепенно я сняла первое помещение, где работала уже одна, потом взяла помощницу. И на сегодняшний день мы расширились до более-менее таких больших масштабов. Первая модель, самая классическая, из пижам, была вот такая вот. Это английский воротник с кантом. Один из самых популярных принтов, это у нас инжиры. Девочки говорят, что видят его в других городах. Второй популярный принт, это у нас журавли на черном. Отшиваем мы из него платья, пижамы с коротким рукавом, с шортами. Пижамы классические, с длинным рукавом и с брюками. Было несколько случаев, когда я поняла, что нужно убирать у нас из пошива какие-то определенные виды тканей. Например, отшили какой-то принт в шелке на черном фоне, он потрескался, в носке он не универсальный. Нашла выход сделать именно те принты, которые трескались на шелке, сделать их в Ниагаре. Клиентки часто у меня спрашивают, что же за ткань такая Ниагара. Ниагара это очень универсальная ткань, матовая, в отличие от шелка, совсем не блестит. Она более плотная, не электризуется, не мнется за счет своей печати. Отшив несколько сотен пижам, Ирина поняла, что пришло время для чего-то нового и более сложного. Так появились первые casual коллекции. Сначала были пижамы с воротником на стойке вот таким, а потом уже пришла идея, что можно отшить и платье. Я не шью массово, я шью индивидуально, и модели у меня разнообразные. Вот, например, этот вариант, это у нас кроп-топ, короченный, без обработки снизу, так стильно смотрится. И джогеры. На сегодняшний день очень популярны у нас платья комбинации. Платья комбинации есть нескольких видов, это когда классика полностью прямой крой, также есть крой по косой. Вот такое вот пальто, очень в тренде клетка. Здесь у нас подклад идет, это шерстепон, теплый. Для тех, кто ездит на автомобиле, даже зимой, мне кажется, будет актуально. Долго я мечтала отшить жакеты, юбки, вот в стиле Шанель, из твида. Боялась с ним работать, потом поняла, что время пришло, нужно показать, что я могу, что умею. Вот красивый вот такой вот костюм у нас получился. На сегодняшний день у нас есть очень много идей по платьям, и не только. И в будущем линейка casual станет еще шире, будет разнообразный выбор. Это Бьюти Тайм, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Сегодня мы говорим о нейл-дизайне, о декоративном покрытии ногтей и тенденции этой осени. Вообще жестких правил сегодня не существует. Стилисты говорят о том, что можно носить любую форму и оформлять ее, используя различные техники. Но все же есть некоторые нюансы, которые характеризуют именно нынешний сезон. Об этих тонкостях нам рассказывает нейл-стилист Алена Сидорова. Итак, идея номер один. Все ногти покрыты разными оттенками. Такой дизайн выбирают те, кто не любит активных акцентов, конкретных дизайнов, росписи. Идея номер два связана с переосмыслением классического френча. В этом сезоне френч модный, асимметричный, яркий и также не на все пальцы. Еще в этом сезоне акцент золота. Золото в виде блесток, золото в виде напылений, в виде фольги. В качестве модных цветов сезона стилисты предлагают винный и контрастный ему белые, молочные и другие пастельные оттенки. И еще один тренд – это тренд голые ногти. Мы можем вообще не покрывать, а покрыть просто лечением, как лаком. Но для тех, кто все же покрывает и хочет сохранить длину, блеск ногтей, мы покрываем бесцветным гелем и выделяем, естественно, один ноготь каким-то дизайном. И версия актуального покрытия от нейл-стилиста Алены Сидоровой. Сочетание молочно-белого оттенка с пестрым матовым декором, который называется перья. Ну и чтобы стильно задекорированные ручки выглядели достойно, не стоит забывать и об уходе. Мы обязательно должны пользоваться кремом, маской, маслом, делать уходовые процедуры, делать скраб, очищать кожу и питать обязательно, чтобы носился маникюр долго и смотрелся качественно, красиво. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Добрый день, мы Татьяна и Алена. Мы профессиональные организаторы пространства. Мы помогаем каждому обрести свой порядок путем подбора удобной системы хранения. И сегодня мы поговорим о хранении несезонных дочек. Уборку несезонной одежды мы начинаем с отбора. Оставляем только актуальные вещи, которые будете носить в следующем сезоне. Важно учитывать, перед тем, как убрать вещи, обязательно их стираем, просушиваем, чтобы не осталось неприятных запахов. Вещи, которые требуют химчистку, сдаем, так как пятна въедаются. Обувь сдаем в ремонт, если это требуется. Для того, чтобы при наступлении сезона мы достали любимую пару обуви и надели. Есть несколько способов хранения несезонной одежды. Один из них – хранение в сумках-кофрах, которые мы располагаем наверху шкафа или под кроватью. Все зависит от вашего пространства. Но важно учитывать размер места, где будет храниться данная сумка. Перед покупкой обязательно измерьте габариты своего шкафа. Следующий способ хранения несезонной одежды – в специальных чехлах на плечиках. В чехол размещаем несколько комплектов одежды, убираем в дальний угол и для удобства подписываем, используя бейдж. Можно для хранения несезонной одежды использовать чемоданы для путешествий, которые обычно расположены вверху либо внизу шкафа и лежат пустые. Вакуумные пакеты бывают в двух видах – обычные и на крючках. При их использовании учитываем несколько правил. Стараемся откачивать 50% воздуха для того, чтобы вещь не помялась и не повредила свою структуру. Не используем пакеты для хранения меховых изделий и кожаных. Шубы и меховые изделия рекомендуются хранить на широких плечиках, в специальных антимолевых чехлах. И вешая шубу, убедитесь, чтобы она висела свободно и не соприкасалась с другой одеждой. Хранение обуви в родных картонных коробках неудобно тем, что они все разные формы, размера и цвета. И пространство используется не рационально. Для того, чтобы этого избежать, мы рекомендуем применять специальные кухни для обуви с прозрачными окошечками, либо большие пластиковые кухни, в которых можно разместить сразу несколько порогов, разделив их по членам себя. Для того, чтобы ритуал уборки несезонных вещей на хранение проходил без проблем, возьмите себе за правило ухаживать за своим гардеробом в течение всего года. Субтитры сделал DimaTorzok Центр дизайна Форум Арт известен как один из первых творческих кластеров Челябинска. Это идеальная площадка для реализации различных художественных проектов. Формарт на своей территории объединяет дизайнеров, архитекторов, проектировщиков, поставщиков и продавцов мебели, света, керамики, отделочных материалов и специального оборудования, вовлекая их во взаимовыгодное сотрудничество друг с другом. У нас часто проходят мастер-классы художественные, мастер-классы по флористике, мероприятия различного плана, которые можно отнести к бьюти-индустрии. А еще интерьеры Форм Арт сдаются фотографам, стилистам и блогерам для фотосессий. Приходите сюда с идеями, приходите за идеями, приходите за красотой и вдохновением. Увидимся в Центре дизайна Форм Арт. Это кадры с финала первого сезона конкурса «Плюс сайз красоты Леди Мармелад». Этот бодипозитивный проект объявляет кастинг второго сезона. Мы не делаем большой упор на внешность, но, конечно, должна быть эстетика. И поэтому мы будем помогать женщинам преображаться, давать какие-то свои рекомендации. Но это будет, конечно, не в принудительном порядке. Концепция будет такая же. В течение шести недель они будут проходить всяческие мастер-классы, тренинги, игры, участвовать в презентации партнеров. Но, помимо всего, они также будут заниматься репетициями и подготовкой к гала-шоу. Также будут опять разыграны денежные призы. 25 участниц, 16 съемочных дней, полная перезагрузка и финальное гала-шоу со зрителями, артистами и спецэффектами. За развитием событий следите в выпусках Beauty Time, а также в социальных сетях. Ну а все желающие могут присоединиться к участию. Недели моды на этот раз проходят в особом формате. Но главное, что они проходят. И что дизайнеры имеют возможность представить в своей коллекции аудитории. Причем касается это не только модельеров из мировых столиц, но и создателей модной одежды в разных городах России. И так в Челябинске этой осенью состоялось событие под названием Long Fashion Weekend. Несмотря на все трудности, которые переживает модная индустрия, Long Fashion Weekend 2020 в Челябинске все же состоялся. Об изоляции и мировом кризисе напоминали разве что стильные косынки на лицах девушек. Показ осень-зима был посвящен природе. Гостей пригласили в прекрасный осенний лес. Продолжение следует... Это возвращение к корням, к себе, к природе своего тела, к природе своей души. Во время пандемии многие поняли, что как важно выбираться на природу, побыть наедине с самим собой, с природой, насколько это восполняет, исцеляет. Видим все через призму природы, вдохновляемся природой, используем зачастую натуральные ткани. Тема природы и экология – это такие нейтральные цвета, нежные, натуральные. Цвета, которые изначально создались в природе. Это песок, это вода. Ну, оттенки, которые окружают нас, наши глаза привычны к этим цветам. Никаких кричащих. И самый яркий, наверное, это красный. Это красный классический, который у нас мы привычно увидеть в красном маке. Пока одни дизайнеры вдохновлялись спокойными тонами земли и неба, другие отыскали в природной гармонии свои цветовые решения. Но природа у всех разная. Природа – это не всегда натуральные оттенки. Для меня природа – это природа яркие оттенки. Это яркие, ядовитые цветы. Это вот анималистичный принт. Вот у меня очень много в коллекции принта зебры. Да, Дербенцева, вот Татьяна. У нее мне понравился образ, там такой салатовый свитшот, яркий, кислотный. Там платок отстегивающий. Я просто люблю все такие темы многофункциональные. Как и всегда, место встречи было провокационным. Из золотого леса зрители перенеслись на спортивную площадку. Советский спортзал наполнился шумом листвы и началось стильное шоу. Мы рассматривали разные локации, нам важна была близость к природе. Эта локация находится в самой природной точке Чвябинска, в Бару. Соответственно, часть показов будет проходить именно на природе. Поэтому мы определили именно эту локацию. Для дизайнеров спортивная площадка стала еще и символом борьбы и силы воли. Конечно, это спорт. Это спорт в том плане, что даже ты сам с собой постоянно хочешь быть выше даже вчерашнего себя. Сейчас площадка выбрана интересная, неординарная. И показывает силу, силу воли, стержень каждой женщины. Потому что женщины, на самом деле, должны все успевать. И реализовываться, и быть в семье, и рожать детей. Поэтому не слабый пол. Любовью к природе было пропитано все. Образы гостей, коллекции дизайнеров, материалы и цветовые сочетания, декорации и постеры. У меня есть идея, я ее воплощаю, и все, что от этой идеи остается, превращается в новую идею. То есть у меня все циклы создания одежды, они практически безотходные. То есть мы не выкидываем ни одного кусочка ткани, а иногда из этого раздаются просто очень классные фишки. В коллекциях этого сезона угадывался и тренд на удобство в одежде и свободный крой. Сейчас одежда максимально комфортная и приближена к нашим реальным делам, которые в повседневной жизни нас встречают. Люди стали ценить комфортные отношения, комфортную одежду и комфортную жизнь еще сильнее. И это всегда будет главным мотивом этого сезона и года, и, наверное, ближайших пяти. Тренд на кожу, на бархат, на яркие цвета актуальные. Например, у нас костюм в фиолетовом цвете, в бархате. Также у нас шуба из овчины в ярком цвете желтом. В нашей коллекции осень-зима использовали бахромы. То есть мы следим за подиумами мировых брендов и применяем их в своих коллекциях. Не все дизайнеры принимают участие в показе. Некоторые побаиваются, а другие усиленно готовятся к следующим сезонам. Делаем детали. Акцент на грудь. Вот многофункциональные наши вещи, которые можно легко отстегнуть в карманы, можно легко отстегнуть в пояс и рубашка превратится в базовую. Меня позвала вообще подруга. Конечно, модой я интересуюсь. Ну, так, конечно, поверхностно, не углубляясь. Ну, для меня такой перформанс, так скажем, побывать здесь, увидеть что-то новое, посмотреть на людей, себя показать. Я просто вот люблю все вот это вот, все интересно, ярко искряющееся. Мне просто классно от этого. Мне понравилось то, что мы на улице сидели, были проходки девушек вот этих. Я не могу сказать, что я запомнила какую-то конкретную коллекцию. В целом ощущение такое помпезное. Сезон «Осень-зима-2020» самого модного мероприятия Long Fashion Week стал по-настоящему особенным. Природа вдохнула в коллекции дизайнеров свободу и легкость. А стены спортзала напомнили о той силе, которая помогла, вопреки всему, насладиться творчеством талантливых людей. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте нас лайками и комментариями. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Отелье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok